Один украинский военный погиб и четверо ранены на Донбассе за минувшие сутки. Боевики продолжают обстреливать позиции наших армейцев. В сегодняшней горячей точке это Авдеевка, Старогнатовка и Новоалександровка. Не утихают обстрелы и в Зайцево, где сейчас находится наш САПКОР. Ирина Баглай. Зайцево постоянно на прицеле у боевиков. Тропы, ведущие к сожженным ими вчера до мам, простреливаются. Вчера перехват был, взять все. Стреляют тупо трассерами и зажигательными. Тактика выжжена земли. Вокруг все выжжено. Огонь российские наемники ведут стерико на село, оттуда как на ладони. Не лезь, не лезь, уйди на трассу. Все, пошли, 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 пошли. С ДШК стреляют. 12,7 пролетая. Сложно поверить, что еще вчера этот дом был полностью целым. С него и начался пожар. Боевики открыли огонь стерикона. Военным удалось погасить пожар. Но и сейчас видно, вот новый очаг. Пожар может разгореться. Однако подход сюда постоянно простреливается. Виталий с командиром роты едва успели укрыться, когда поджидавшие их боевики открыли огонь. Был выпущенный снаряд 40-мм РПГС-7. Осколочный, вот попало в дерево. Метрах 5-6, как раз снаряд над головой просвистил. Ну и взрыв, встегли. Командир роты встег взрывов, сразу в блиндаж. А рот взлет який в РПГС-7? Если РПС-7, где-то приблизительно до 30-40 метров. Если так хорошо, это осколочный. Обстрел продолжался до глубокой ночи. И все это время наемники наблюдали за пылающим селом с неба. Беспилотники. У них летают. Это часто? Да. Ну, вчера вечером один за одним. Вот там именно, где место пожара. Им дала дана команда выжигать. Будинки в основном. Там горяло еще по ямам. Ты боялась? Да. А поступившие наемникам команде уничтожить село слышали и местные жители. Обстреливали сильно. Говорили, что нападение будет. Ну, стреляли сильно. Там дома горели. Здесь, я вот не знаю, 3 или 4 сгорело. Они хочут, видите, кровь сделать. Как они говорят, если мы займем, что здесь остались живые, мы их вырежем. Измотанных за 3 года обстрелами жителей Зайцева угрозы боевиков не пугают. Не хотят они покидать свои дома, да и бежать им некуда. Куда мы поедем? На сепарскую сторону мы поедем. Да, Романа, нам не надо. Мы в Украине жили и будем жить. Да, он. Не боитесь так говорить? Не боюсь. А что я буду бояться? Это правда. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Из Данинской области. Подробности. Телеканал Интер.